Мир вашему дому, друзья! Меня зовут Андрей Сорокин. Это проект «Странник», в котором мы рассказываем вам о святых местах в России. Этот день мы начинаем в старинном городе Касимове. Город настолько превзошел наши ожидания, что мы решили остаться здесь еще на один день. И сегодня вместе с вами продолжим нашу прогулку по Касимову и его окрестностям. Пойдемте. В первой части нашего паломничества по древнему Касимову мы узнали много интересного об истории города. Но оказалось, что еще не все святыни Касимовской земли мы увидели и не обо всех загадках города на Оке узнали. Поэтому – в дорогу! Богоевленский храм в Касимове полон историй. Местные часто называют его Георгиевским. И говорят, что этот храм основал московский великий князь Юрий Долгорукий. Есть еще одна история. Сохранилось предание, что именно в этом храме перед смертью принял схему и умер святой благоверный князь Александр Невский. И, наконец, говорят, что на территории этого храма находится могила единственного Касимовского хана времен Петра I – Балакирева Ивана Алексеевича. Того самого легендарного шута Балакирева. Впрочем, обо всем по порядку узнаем в храме. Здравствуйте, отец Дьякон! Здравствуйте, Андрей! Ну вот, ничего, погодка немножко подкачала. Пойдемте, я сегодня вам расскажу об этом знаменательном месте, о Георгиевском Богоевленском храме. Скажите, вот у меня вопрос сразу. Как же храм называется – Георгиевский или Богоевленский? Мы видели на указателях Богоевленский, здесь видим Георгиевский. Как правильно? Сейчас храм называется Георгиевский, но до революции он назывался Богоевленским. В честь Богоевленского монастыря, который здесь был давным-давно основан. Храм старинный, и самое интересное, что он очень знаковый для нашего города, потому что город официально основан в 1152 году, а крещение получил в 1010-1015 годах. А как это получилось? Да, как получилось, интересно. Князь Глеб Владимирович, это сын равнопостального князя Владимира, получил земли, муромские земли, и не сидел, что называется, на месте, а с дружиной со своей и с монахом Кипчерской лавры, прибыл в Касимов, где крестил жителей города. То есть вот эта дата для нас, пожалуй, не менее знаковая, потому что на 150 лет ранее от основания города она нас ведет. Это уникально. Есть, наверное, иконы, посвященные Глебу? Да, имеется такая икона. После крещения края здесь основывается Богоевленский монастырь, потому что задача князя Глеба и монахов была именно крестить край. Поэтому монастырь имел такое название, как Богоевленский крещенский. Монастырь просуществовал порядка 300 лет. После он был разрушен нашествием монгол-татар и более на этом месте не восстанавливался. А этот храм начал строиться примерно в 1691 году. Сказывали, что купец Родион Гагин отдал все свое состояние на строительство этого храма. Известно также, что Петр I побывал здесь во время одного из азовских походов, и храм настолько его впечатлил, что царь Петр подарил царскую грамоту, в которой было указано, что близлежащие земли и луга за окой принадлежат теперь для окормления притчата этого храма. А московский князь Юрий Долгорукий здесь каким образом? Московский князь Юрий Долгорукий тоже протянул свою длинную руку к Касимовским землям, потому что Касимовские земли должны были служить неким форпостом на пути к защите града Москвы. Своим указом Юрий Долгорукий повелел поднять городские валы выше в целях наибольшего укрепления. Даже сейчас, спустя века, видны остатки этих валов. За алтарем храма похоронен небезызвестный шут Петра I Иоанн Балакирев. Он был к титрам этого храма благоустроителем, благоукрасителем. Была даже такая история, что он попросил себе ханства, тогда, когда уже никаких ханов здесь не было, да? Попросил сделать его ханом Касимовским. Во время персидского похода, 1725 год, Петр I плыл мимо в сопровождении огромной армады кораблей. И по рассказу очевидцев тех времен, настроение у царя было очень приподнятое. Видимо, этим воспользовался его шут и в подобной шутливой форме спросил, правда, что в Касимове нет хана, нет у царя? На что получил утвердительный ответ от Петра I. А могу ли я быть всем ханом или правителем? И, возможно, под хохот дружины шут получил также утвердительный ответ от царя и получил в правлении данный городец. Жил он, правда, не здесь, а в районе Татарской Слободы, но так как человек был православный, то ехал сюда, молился и всячески помогал храму, благоукрашал им. А вот та самая история про городец и про Александра Нецкого. Да, у нас есть интересная версия. Давайте пройдем к иконе князя. Да, конечно. В 1263 году Александр Невский занемог, возвращаясь из Золотой Орды. Примерно это было в районе Нижнего Новгорода. И в неком городце принял схему. Так вот, летописец не упомянул, какой это был городец. Волжский или Мещерский – старое название нашего города Касимова. Наш земляк Иоанн Гагин, очень известный историк, архитектор, самоучка, пытливый исследователь родного края, 200 лет назад задался этим вопросом. Как проходил путь дружины князя, когда дружина несла его от места кончины через Боголюбова, резиденцию князя, во Владимирские пределы, где во Владимирском кафедральном соборе князя отпевали. Гагин основывался на расстояниях. Нам известно, что в течение 8 дней дружина преодолела сей непростой путь. Гагин говорил, что если бы тело князя несли именно из-под городца Волжского, то свыше 50 верст пришлось бы преодолевать дружине князя Каждадеевна, что для тех времен он считал очень было бы тяжело. А от нас, от города Касимова, расстояние до Владимира в два раза меньше, что выглядит более правдоподобно. Но нам, христианам, негоже спорить между собой, где почил великий князь, входить в какие-то расприи, ведь князь святой предстоит пред престолом Божиим, молится за нас, за всех. И вот люди, которые впервые попадают в ваш прекрасный Георгиевский храм, о каких святынях им нужно узнать прежде всего. Есть одна из таких святынь, которая дошла до нас, несмотря на все коллизии времен. Вот мы сейчас подходим к алтарю, что освящен в честь соловецких святых Зосимой Савватия. Их икона еще находится здесь, над царскими вратами. А в годы революционного лихолетия храм грабили. Он был до революции самым богатым, храмом города Касимова. И вот местный житель видит, как полупьяные мужики целые вазы вывозят отсюда в разных богослужебных предметах. Этот мужчина не побоялся спросить, куда вы это все везете, и получил нехитрый ответ, знамо куда продавать. А могу я что-то у вас приобрести? Выбирай. Вот он выбрал эту икону. Сколько стоит? Три рубля, послышался ответ. За три рубля приобрел сию святыню, и все богоборческие годы хранил ее у себя на чердаке, что, собственно, тоже было не менее опасно. А в 91-м году храм был вновь освящен, и потихоньку стали сюда возвращаться святыни из разных уголков, где люди их с благоговением хранили. Так сюда вернулась эта икона. И что было в этом храме до 91-го года? Как ему удалось сохраниться? Это очень интересное событие. Дело в том, что храм мог и не дойти до наших времен. Два раза был приказ Касимовского рика храм просто-напросто разобрать. Но местная овчинно-меховая фабрика, находящаяся здесь неподалеку, взяла храм под склад соли и кож сырья. Но благодаря худому произошло хорошее, как часто это у Бога бывает, храм продолжил жить и в 91-м году вновь отреставрирован. А еще у нас есть чудотворная икона Божьей Матери Боголюбская. Расскажите нам про нее. Очень интересна история появления этой иконы в Георгиевском храме. Дело в том, что 40 лет назад на ней в буквальном смысле ели люди. Люди православные. Что такое произошло, какое помрачение на них нашло, нам неизвестно. Но интересно продолжение истории. Третий секретарь горкома партии, да к тому же еще татарин, наш местный, каким-то образом побывал тогда у этих людей и, увидев, что они кушают на святыне, пристыдил их. То есть икона использовалась как столешница? Как столешница. Он сказал, это же православная святыня и культурное достояние. А что, если ее отдать в наш краеведческий музей? Люди с удовольствием согласились, икону повезли в музей. Ну, а кто-то из музейных работников, видимо, хорошо знавший нашего настоятеля, позвонил ему и сказал, батюшка, нам привезли вот такую икону. Возьмете, пока мы не поставили ее на баланс. Батюшка, конечно же, согласился, так она появилась здесь. Несколько лет назад ее отреставрировали. То есть икона вернулась домой, можно сказать? Можно сказать так. Ну, вот такой образ, как здесь изображена Богородица, считается, что спасает от разных напастей, от чумы, от холеры. Поэтому не случайно в наше такое непростое время икона оказалась на Касимовской земле. Вы сказали, что Балакирев, Ифан Алексеевич, был титром этого храма. А могила его сохранилась? Да, могила его сохранилась. Там находится древняя плита с восьмиконечным крестом. И давайте посмотрим. Хорошо, давайте. Пройдем с вами к могиле Иоанна Балакирева. Дело в том, что уже с давних времен за храмом находится эта могила. Балакирев любил шутить. Мне понравилась шутка, когда некий думский боярин спросил Балакирева, а скажи, Иван, правда, что про тебя говорят, что ты дурак? А Иван Балакирев был очень находчивый человек. Он говорит, ты не верим, батюшка, тем, кто говорит. Не верь. Они многое говорят. Они и про то, что ты умный говорят. Ты им не верь. Да, настоящий был шут. Много у вас интересного в Касимове? Много. Еще мне хотелось бы рассказать вам об одном месте, о Никольском храме города Касимова. В этом храме находится святыня Казанская, икона Божьей Матери, принесенная сюда в Касимовские земли 400 лет назад из самой Казани. Давайте проедем, пройдем. Где это находится? Давайте проедем, и я вам поведаю историю этого храма и иконы. Касимовские земли был построен в 1705 году, но ранее существовал здесь порядка 800 лет. И здесь был небольшой мужской монастырь, довольно-таки скромный, бедный. Но вот храм стоит до сих пор, хотя монастырь давно уже упразднен. Давайте пройдемте. И все вам покажу и расскажу. Вот сейчас мы идем к главной святыне храма – Казанская икона Божьей Матери. Сия икона принесена в град Касимов в 1620 году. Это один из первых списков с той самой Казанской иконой Божьей Матери, которая была обретена в 1579 году в ограде Казани. Списана она неким благочестивым иноком и находилась в лавке одного из купцов. А как она попала к нам? Здесь очень интересная история. Некая старица Иустиния болела, была в преклонных летах, ноги ее были скрючены, она молилась Богородице, та посетила ее в тонком сонном видении три раза. И пообещала, что если Иустиния предпримет поход до Казани, то там обретет икону Богородицы, помолившись перед которой, она выздоровеет. И старица решила хоть умереть на пути, но прийти в Казань и выполнить вот это повеление Богородицы. И дети решили везти мать на лодке. Сначала по речке Оке, потом по Волге, по Казанке. И вот они уже в Казани, и старица высматривает среди многочисленных лавок лицо купца. Когда она к нему подошла и обратилась по имени, купец называет в ответ ее имя. В летописи сказано, что оба они в какой-то момент стояли безмолвные, понимая, что вот такое важное, серьезное, строгое событие, которому они сподобились быть участниками. Затем старица, помолившись, обрела силу в своих членах и пешком пошла во Град Касимов. Здесь ее встречали духовенство, миряне с хоругвами, с песнопениями, что такая святыня идет прославить Град Касимов и близлежащие земли. Вот эта икона находится у нас порядка 400 лет, ее тщательно оберегали. Возможно, это единственный сохранившийся список до наших времен. Каждое воскресенье перед ней служится параклисис, собираются люди, молятся, просят, прибегают со своими просьбами. И у тебя нет ощущения, что тебя не слышат. Вот именно сейчас и здесь пребывает Пресвятая Дева, слышит, видит и поможет тебе в твоих нуждах. Надо приложиться. Конечно, давайте с благовением приложимся к святому образу. Этот храм с 1941 по 1943 годы не осуществлял служб. Время было очень непростое. Большинство священников находились в ссылках или были расстреляны. И староста храма одна фактически содержала храм. Два раза ее вызывали в исполком и просили строго отдать ключи от храма, иначе сошлем. И вот в 1943 году снова она была вызвана в исполком, уже думая, что теперь точно грозное повеление будет исполнено над ней. Прощается со своими родными, собирает нехитрые вещички, а ей объявляют, хотите служить. Она с удивлением не поймет, в чем дело. Служите, регистрируйте храм, ищите попа и служите. И вот этим попом, священнослужителем, стал отец Сергий или священноисповедник Сергий Касимский, Правдолюбов. Как раз он вышел из ссылки. И храм был освящен, и была отслужена служба перед образом Пречистой Девы Казанская по молитвам Старицы Иустине. Это же одна из самых известных священнических династий Правдолюбовы? Да. Уже долгий период, порядка 300 лет, эта династия служит на Касимовской земле и является одной из основных таких священнических династий. В храме много святынь. Хотелось бы еще упомянуть, что с 1966 года по 1967 ровно год служил известный архимандрит Иоанн Крестьянкин. С этой кафедры произносил проповеди. За храмом похоронен известный старец Петр Отшильник, который прожил долгую жизнь, 134 года. Я о нем ничего не слышал раньше. Что это за человек? К сожалению, сейчас и не все жители Касимова знают о Петре Отшильнике. 30 лет он прослужил в солдатах, после решил пройти по святым местам и остановился у Серафима Саровского, где 8 лет подвязался в келейниках отца Серафима. А известно, что Серафим Саровский сказал, ступай в Касимов, ты нужен здесь, должен послужить на Касимовской земле. Петр Отшильник подвязался сначала в густом лесу, рядом с городом Касимовым, а потом был позван на служение Господом уже, как на общественное служение. И нам пора. Спасибо большое за этот рассказ. Спасибо и вам. Интересно. Я всегда очень рад встречать неравнодушных людей, которые тянутся к Богу, тянутся к святыням, и встречать здесь, на Касимовской земле, где впервые забилось сердце православного нашего города Касимова. Спасибо. Спасибо, Господи. Тума, рядом с Касимовым, поселок небольшой. Здесь живет всего-то 5000 человек, а зимой, может, и того меньше. Но примечательно здесь вот что. Удивительной красоты храм. Он был построен на средство прихожан. И когда в 30-х годах власти попытались этот храм закрыть, здесь, в Туме, началось настоящее крестьянское восстание. Об этом малоизвестном эпизоде и о других давайте узнаем в самом храме. Ох, какая красота! Да. Батюшка, здравствуйте. Бог благословит вас, Андрей. Между Касимовым, Рязани, Муром и Владимиром и всеми вот этими центрами русской старины есть вот такой небольшой городок Тума. Да. Откуда такая красота? Ну, красота нам досталась по наследству. То есть это все величие той эпохи, ушедшей, которую мы все, конечно, вспоминаем всегда с особым теплотой. И от них, от наших предков осталось вот это необыкновенное сооружение, где удаешься, насколько люди могли вложиться вот и воплотить внутреннее вот это благородство, внутреннюю какую-то гармонию, внутреннюю грандиозность вот в произведение церковного искусства. Ну, вот говорят, что ваш храм построен на деньги прихожан. Именно так. Это значит, что люди были, ну, довольно образованные, вот такие вот, был хороший вкус. Да, вкус и, видимо, возможности были действительно большие, потому что Тума всегда была купеческим городом, Тума была таким торговым центром. То есть здесь стекались люди вот как раз из этих древних городов русских, продавали товары свои, производства. Храм несколько раз перестраивался, начиная с 1823 года. Вот в этом году мы говорим о двухсотлетии со дня основания храма, да? А само строительство продолжалось в течение 70 лет. Вот говорят, что в 30-е годы, когда его попытались снести, поднялось настоящее восстание здесь людей. Да, у храма очень богатая история дореволюционная, история братства святителя Николая. Это объединение мирян во главе со священником Стефаном Остраумовым, который занимался разными направлениями деятельности, социальной, миссионерской, образовательной. И после революции было две попытки храм закрыть. Это 30-й год и 40-й. Вот 30-й год, эта попытка не увенчалась успехами именно из-за народного бунта. Люди несколько дней собирались, митинговали. А вот в 40-м году уже было принято решение храм закрыть. И даже с весны 41-го начали некоторые работы. Но в июне началась война, и работы были остановлены, и война спасла наш храм. А, вот так. В советский год работал храм? Да. В 47-м году храм начал служить. И дальше уже ни Хрущев, ни Брежнев уже здесь не поколебали. Наш такой здесь могучий народец. Да, только крепости духа у ваших людей. Отче, а вот именно о росписях расскажите нам. Потому что какие-то уж очень удивительные сюжеты увидеть в поселковом храме. Ну, это удивление. Ну, это как раз тот вкус, о котором вы говорили, необыкновенный. Очень много было взято из Владимирского собора в Киеве. Там работали действительно гениальные живописцы того времени. И после того, как она была закончена роспись, по России затошелся альбом с репродукциями росписи Владимирского собора в Киеве. И здесь решились Версковью. Да, и, видимо, этот альбом каким-то образом попал в Туму. И здесь очень много реплик именно из Владимирского собора в Киеве. А кто расписывал? Потому что копии бывают, знаете, разные. Копии бывают разные. Здесь очень хороший академический стиль. Но, к сожалению, имена живописцев не сохранились. Потому что архивы все утрачены. Ну, и приезжают специалисты изобразительного искусства. И они подтверждают то, что храм определенную ценность имеет именно живописную. Потому что не только копии картин, но и орнаминалистика вокруг. Это все представляет собой очень интересное. Вот здесь и Иванов, и Васнецов, и Репин. Да, и Репин. Даже есть зарубежные авторы. Например, Генрих Гоффман, там, с левой стороны. А в алтаре есть копия Рафаэля «Приношение в жертву Исаака Аврааму». Поэтому вот мне этот храм видится вообще как симфония западного и восточного видения христианства. Причем симфония не противоречивая, а именно в созвучии. Очень гармоничная. Отче, какие святыни сохранились, может быть, с тех времен? Какие-то, ну, главные, может быть, святыни в храме? Главные святыни – это те люди и тот дух, который сохраняется в них. Люди действительно сохранили необыкновенную любовь к храму. Я вам могу показать одну святыню? Покажите. Это образ великомученика-целителя Пантелимона. Это икона, которая тоже возвратилась в наш храм не так давно, буквально пять лет назад. Она хранилась у человека, у старого жителя нашего здесь, близлежащего деревушки. И она была спасена в 30-е годы из храма, разрушенного Архангела Михаила в деревне Клесниково. Женщины буквально из огня спасли эту икону. И опаленный вот этот лакокрасочный слой внизу. Но перед тем, как икону бросить в огонь, видите, над ней совершили такое ритуальное надругание. Многие иконы такие возвращаются сейчас в храм, мы, конечно, их реставрируем. Но эту икону мы оставили как памятник человеческому безумию. В Троицком храме помнят и чтут память священного мученика Матфея Рябцева. Он родился в 1880 году здесь, в поселке Тума. Отец у него был здесь с псаломщиком, 50 лет служил здесь, в Туме. Отец Матфей здесь учился первой молитве, первым шагам в храме, первой причастии. То есть он детство провел. Ну, а теперь у вас есть ваш невестный заступник. Да, мы почитаем его здесь. А вот я все-таки хотел спросить, мы часто видим, особенно в провинциальных храмах, вот Христа, Христос в темничке называется еще обычно. Да, Спас полуночный или Христос в темнице. Да, а у вас как он оказался? Ну, трудно сказать, как он оказался, потому что он здесь был всегда. То есть, когда я пришел, он же здесь был, да? Но это изображение, оно немножко отличается от, может быть, того, что вы видели, именно изящностью, потому что в Мещере вообще люди были знамениты искусством резьбы под деревом. И вот это искусство, оно здесь вот в этом образе, в распятии Христова. Ну, и, конечно, наше самое главное достояние – это мраморный иконостас. Эта ценность, это произведение искусства привезено в храм в 1917 году. То есть его выкупали очень долго, 7 лет собирали деньги в Туме и привезли его. Есть документы, где Стефан Астраумов просит провести беспошлино по железной дороге мрамор для иконостаса, потому что в храме нет вообще денег. Его устанавливали, несмотря на революцию, уже в послеволюционные годы. Я понимаю, ваших прихожан. И украшали иконами. И украшали иконами. Очень, ну что, благословит нас на дорогу. Бог вас благословит. Очень рад был вашим визитом. Надеюсь, вам, что радость приносит вам путешествие по нашей земле Касимовской. Конечно, очень. Мы очень всему радуемся и удивляемся. И даст Бог еще приедет. Спасибо. Я буду рад вас видеть, друзья мои. Спасибо большое. Тума, Касимов. Много на Руси еще маленьких городов и поселков, где живут замечательные люди, которые хранят святыни нашей православной веры. И все их нам нужно увидеть своими глазами. Мы продолжаем наше путешествие. Помогай Господь. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнал «Симон»